Ход, безусловно, логичный, правильный, разумный. Теперь вот уже черным нельзя роскошествовать, нельзя жертвовать, потому что в этом случае белые удачно раскручиваются. Например, если здесь сыграть ЕД, тогда ладья встает не на Ф2, а на Е1. На слон С5 слон идет на Ф4, конь идет на Д2, и очень удачно белые раскручиваются, и, видимо, все-таки ладья их скажется. Поэтому после хода ЕД Веселин забрал ладью и побил на Д4. Теперь получается, что черных не хватает фигуры, но, разумеется, легко видеть, что у них очень серьезная компенсация в центре. А4 очень правильный ход, за счет того, что висит пешка С4, черные не могут играть Б5-Б4, поэтому приходится позволять белым вскрыть вертикаль А. Последовало взятие на Д5, а Б ферзь Б5. Вот это один из тонких моментов, когда можно рекомендовать кое-что Ананду. Я здесь во время онлайна рекомендовал ход ферзь С1. Идея в том, что теперь, если сыграть А6, ну, видимо, этот ход второго сорта, то есть как та самая Брынза из мастера Маргариты, потому что в этом случае ладья А5, ладья Е5 белому удавалось централизовать ладью. Видимо, сильнее ладья С8. Достаточно сильный ход, который создает все-таки серьезное давление в центре. И попробуй посчитать, в какой момент последует удар в центре. Нельзя забывать, что у белых еще король открыт. Вот. А Виша поступил проще. Он все-таки съел пешку. Ладья А7. Теперь у черных, обратите внимание, всего лишь пешка за фигуру. Вот Топалов опять-таки очень быстро сыграл ладья Е8. И на этом его домашняя заготовка, судя по всему, кончилась. Итак, у черных всего лишь пешка за фигуру. Но что это за фигура? Это конь на Б1. Очень слабое, очень немощное животное. Если идти конь А3, то можно столкнуться с ходом ферзь С5. И повиснет ладья, и после этого еще Ц3 тычет, получится. Нельзя забывать, что ферзь С5 атакует не только ладью, но и фактически короля Ж1. Здесь сразу напрашивается профилактический ход. Я во время партии смотрел король Ж2. А мне казалось, что это самый плотный профилактический ход. Но у него, знаете, есть какой недостаток? Его наверняка смотрел Топалов. То есть в этом случае, я думаю, снова ответ последовал бы буквально секунд за пять. Анант принял, на мой взгляд, гениальное решение. Он сделал ход короля Ж1, который абсолютно не бросается в глаза, который недооценивает компьютер. И он сразу заставил Топалова думать. А вы знаете, переключаться от такой демонстрационной игры, воспроизведение своего домашнего анализа к настоящей работе очень сложно. И этот переход Топалову не удался. Он здесь сделал ход, по-моему, опять-таки не очень хороший. В этот момент в анализ включился Гарри Кимович Каспаров, который предложил ход B3. В общем, 13-й чемпион мира славится своим сильным конкретным видением позиций. Он предложил ход B3, который, на самом деле, ведет к форсированным разменам всевозможным. Итак, тот вариант, который мы рассматривали в обсуждении. Ферзь бьет B3. Вроде бы логично. Ферзь Е1. Теперь связан слон Е7. На самом деле, белые удачно раскручиваются. Видимо, надо играть H6. И получается довольно забавное окончание. Итак, шаг на B1. Ферзь Е1. Вот здесь возникает такой момент. Итак, у черных две связанные проходные. Но все-таки слон должен успешно держать эти проходные. И за победу, видимо, боятся белые, а не черные. Причем, довольно трудно здесь понять, могут ли черные менять ферзей. Но вот я выяснил в анализе, что это довольно сомнительное дело. Если сыграть ферзь D3, то белые меняют ферзей. И вот здесь кажется, что ходом F5, кажется, что черные все-таки должны спастись. Потому что после размена король подойдет. Но здесь нашелся красивый выигрывающий маневр. Белые жертвуют пешку. Вот здесь получается очень красивая стиля Лабурдона. Такая фаланга пешек. Но ее белые разбивают ходом слон C5. Блокируют. Затем король подходит. Кстати, после короля F5 обязательно надо сделать ход H3. Чтобы вражеский король не порвался. Затем белый король идет на E3. На цукцвангах пешки начинают сыпаться, как орешки. И здесь, судя по всему, черные проигрывают. Поэтому положение после ферзь E1 надо сделать не ферзь D3. А надо сделать ход ферзь B5. И Гаррикинович как раз этот ход и предложил. Чтобы не было шаха на E8. И вот в этой позиции, видимо, черные спасаются. То есть примерно может продолжаться так. Ферзь E4 нападаем на пешку. Черные играют ферзь D7. Не только защищают пешку, но и готовы ее толкать вперед. Например, слон F4. Ну, какая идея может быть у белых? Подтянуть короля в центру, потом сыграть слон E5 и как-то, что называется, прослабить эти пешки. Конечно, можно здесь сыграть F6. Ход не дурной. Но я стал смотреть просто прямой путь. Сыграли D3. Угрожает D2. Белые возвращаются. И черный ферзь заскакивает в белый тыл. И вот здесь, вы знаете, разбить эту конструкцию не удается. Активный черный ферзь не позволяет белым наладить полный комфорт и съесть эти пешки. Итак, после хода B3, предложенного Каспаровым, затем в анализе я нашел еще очень тонкий момент. Такой, что есть ход FB6. То есть ферзь уходит из-под связки. И Каспаров, в общем, вполне резонно полагал, что после размены на E7 и ферзь С4, что здесь у белых большой перевес. Но, вы знаете, вот делаем такую форточку H6. И здесь объясняется, что белым очень сложно наладить взаимодействие фигур. Во-первых, у них опять-таки слабый король. Пешка D имеет тенденцию идти вперед, а ладья имеет тенденцию идти на Е2. Например, если здесь сыграть конь А3, тогда вот после D3 шаг белые уже должны думать о спасении. Король F1, ферзь А7. То есть здесь черные еще защищают пешку F7, чтобы не было никаких вечных шахов после ферзь С8 и ферзь Ф5. И затем начинают заползать в лагерь белых. И вот здесь уже спастись довольно непросто белым будет. Вот. Но, разумеется, вот в этой позиции, которой я предложил ход конь А3, видимо, надо сделать надежный ход ферзь D3 и заблокировать пешку. Но, собственно, а что дальше? Черные играют ладья А7, восприцательный знак, и несутся, что называется, в белый тыл. Например, попытка перестроиться. Слон Е1, ладья А1. Видите, что по первому ряду черные развивают довольно сильное давление. Король F2, ферзь Е6, восприцательный знак. И теперь совместные усилия черных фигур, атакуя слона Е1, они не позволяют белым развиться. Вот стоило белым еще сыграть конь D2, каким-то образом расставить хорошо фигуры, а так не получается. Уже угрожает шаг ферзь Е3 с выигрышем качества. И после ферзь C2, шаг, король G2, ферзь Е1. То есть черные выигрывают фигуру, но при этом получают личный шаг. Вот, видимо, это тоже, опять-таки, нормальное развитие варианта. Итак, ход B3, судя по всему, вел к ничье во всех вариантах. Причем черные переходили через опасность. Но, с другой стороны, победителей ведь не судят, а Виши вполне мог выиграть ходом король H1. Итак, вместо B3 он сделал ход король H1. Здесь Топалов задумался, и вместо здравого хода сломал D6. Самый сильный ход здесь был сломал D6. Вот. Ход хорош, почему же? Во-первых, поле C7 прикрытое, сейчас вы поймете, зачем это нужно. И, во-вторых, у черных все-таки возникает худо-бедная идея ходом H5 и H4 подцепить королевский фланг белых. Здесь, в общем, у черных довольно сильная доминация в центре, в стиле Каспарова, кстати. И, на самом деле, было бы трудно здесь играть Виши Ананду. Я иногда говорю Анант, но, на самом деле, все-таки правильно Анант. Это уже скрыговорки мои. Итак, а последовало слом F8. Ход довольно странный, потому что игра белых совершенно опрашивается. Последовал ход ладья C7. Здесь выяснилось, что пешка C4 подвисает. Если ферзь бьет на B2, белые бьют на C4 ладьей, у них все защищено. Пришлось играть D3, что очень печально. Теперь видите, что у белых легких фигур появились прекрасные опорные пункты. Слон C3, разумеется. И, в общем, перспективы черных оказались довольно сомнительной. Конь выходит на D2. В общем, лишняя фигура. Пешка C4 висит. Вот здесь снова начинаются очень интересные хитрости.